Приветствую! Как мне кажется, многим из нас хотелось бы, чтобы в Украине соблюдались все законы. И особенно хотелось бы, чтобы законы соблюдали представители государства. Сейчас в Украине проводится мобилизация, и призыв на воинскую службу во время мобилизации урегулирован действующим законодательством. В том числе урегулирован вопрос выдачи повесток, и регулируется этот вопрос постановой Кабмина 1487. Для нас, безусловно, важно правильное оформление призыва граждан на воинскую службу. А это невозможно без выдачи повестки той формы, которая установлена постановой 1487. Причем повестка должна быть не просто именно той формы, она должна быть заполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства. И именно с этим вопросом мы сейчас с вами и разберемся. И мы посмотрим, какая же форма повестки и что в ней обязательно должно быть указано. Итак, сейчас на экранах вы видите форму повестки, которая установлена постановлением Кабмина номер 1487. Ссылочка на эту постанову и непосредственно на саму повестку будет находиться в описании к видео. Как вы видите, данная повестка является додатком 11 к постанове. И давайте разбираться, что же здесь должно быть указано. Ну, в первую очередь, как мы видим, здесь должно указано быть ФИО человека, которому вручается эта повестка. А также должен быть указан адрес регистрации, либо место фактического проживания. К слову, здесь сразу мы получаем ответ на вопрос, а могут ли вручить повестку, если я проживаю не по адресу регистрации. Как мы видим, государство допускает такую возможность. Далее мы понимаем тут номер, ничего интересного нет. А вот здесь начинается самое интересное. Как мы видим, здесь есть такое хорошее словосочетание. Вот это, друзья, самое главное. Если вы сейчас, те из вас, кто получал повестки, возьмете свои повестки, то вы увидите, что здесь не все данные заполнены. В лучшем случае вы увидите, что здесь написано наименование того ТЦК и СП, который выдает повестку. Но вот дальше посмотрите, что должно быть указана дата и регистрационный номер распоряджения. И вот это ключевой момент. Мы с вами говорили о том, какая повестка является законной, какая незаконной. И вот здесь кроется самый главный ответ. Повестка – это вторичный документ. А первичным документом является распоряджение руководителя ТЦК и СП. Именно в этом распоряжении принимается решение о вызове вас в ТЦК и СП. Потом уже на основании этого распоряжения, дата и номер которого должны быть указаны в повестке, выписывается повестка, и только такая повестка может считаться законной. Ну, естественно, дальше здесь будет указано название ТЦК и СП, в который вам нужно явиться, дата, время, адрес. И все это должно быть естественно заполнено и правильно заполнено. Далее, смотрите, что интересное есть. Да, вот здесь есть графа наименувания посады керевника районного, міського, территориального центра комплектования, то социальной підтримки, органу СБУ, підрозділу службы зовнішньої розвідки, виконавчого органу сельської, селищної, міської ради. Что это значит? Это значит, что в соответствии с порядком 1487 повестку может подписывать не только начальник РТЦК, а еще и, ну, мы знаем, да, органы СБУ, підрозділу службы зовнішньої розвідки, это касается тех, кто на учете стоит именно там, да, то есть это не касается большинства из нас. И то, что касается многих из нас, виконавчого органу сельської, селищної, міської рады. То есть повестку может подписывать не только начальник РТЦК, но повестку подписать может, например, голова міської рады або сельської и селищної рады, только в том случае, если он получил распоряжение начальника РТЦК о вызове конкретного человека. То есть снова мы возвращаемся к вопросу вот этому. Відповідно до распорядження. То есть должно быть распорядження начальника РТЦК. На основании этого распорядження либо сам начальник, либо глава сельської и селищної міської рады может выписать повестку. И вот тогда эта повестка будет являться законной. Далее, как мы видим, дата, подпись. И что самое главное, да, в чем сейчас у нас есть причина, проблема, вернее, многие повестки, которые раздаются, подписаны заранее. Безусловно, это не соответствует общим правилам деловодства. Подписываться может только документ, но не чистый бланк. Чистый бланк – это еще не документ, это бланк. Подпись ставится на документе. Бланк становится документом только лишь тогда, когда там заполнены все графы, которые необходимо заполнить. После этого ставится подпись, печать. И вот с этого момента повестка приобретает юридическую силу. Если же что-то идет не так, если нет номера распоряджения, либо даты этого распоряжения, если поставлена печать и подпись на пустой бланк, а потом непонятный человек вписывает туда ваши данные, то это отнюдь не повестка. И здесь вообще есть вопросы очень серьезные к начальникам РТЦК, которые выдают бланки этих повесток заранее подписанных. И мы с вами прекрасно понимаем, да, то есть здесь же даже не нужно юристом быть, чтобы понять, что здесь что-то не то. Если говорить точнее, то совсем не то. Далее. Что идет внизу? Внизу идет расписка, то есть здесь вы должны указать свое фамилия, имя, отчество, указать РТЦК и что вы получили, да. Ну, не обязательно вы это указываете, здесь вполне нормально было бы, чтобы государство заполняло, представители государства заполняли эту часть, а вы лишь ставили свою подпись, да, чем подтверждали, ну, свое согласие с этим, да, и подтверждали свое получение этой повестки. Естественно, этот корешок отрывается, остается у тех людей, которые вручили повестку. Далее на обратной стороне, да, там указано, что за то, что вы не прибыли в ТЦК и СП, либо там в орган СБУ и так далее, предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством. Итак, подводя итоги, как выглядит законная повестка? Повестка, которая законно выглядит следующим образом. Там заранее заполнены ваши данные, и в том числе там указан номер и дата распоряжения начальника ТЦК, которым принято решение о вызове вас в ТЦК и СП. Если в повестке не указан номер и дата распоряжения, то это уже незаконная повестка. Если повестка выписывается непонятно кем на улице, это незаконная повестка. Что в этом случае делать? Смотрите вот это видео. Друзья, если вы считаете данный ролик полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, вы на нем найдете много полезных видео, где я рассказываю о том, как защищать свои права. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.